Привет, олень наивный, олень упоротый, олень обычный, олень необычный. Какой бы ты там олень не был, но ты олень, потому что ты сейчас смотришь меня, такого же оленя. Я себя сейчас называю прозревшим оленем. Сразу забегу наперед и, ребят, я считаю, что даже девочки, по моему мнению, это видео намного важнее, чем предыдущий. Поэтому я попрошу вас распространить это видео по соцсетям. Там внизу есть кнопочка поделиться и там выберите любую соцсеть, которая вам по душе. Там одноклассники, контакты, фейсбуки, там реддиты, у кого, короче, что есть. Есть обязательно кнопочка, должна быть в ютюбе, поделиться. Поделись, пожалуйста, потому что это видео на самом деле поможет очень многим из вас. Это видео также поможет очень многим вашим друзьям, тем оленям, которые сейчас оленят или которые планируют оленить. Потому что от РСП никуда не деться. Они есть, их полно. Откройте любой сайт знакомств. Их тьма, их пруд, пруде этих, разведенных с детьми, их полно. Поэтому не пользоваться тем, что, наверное, скорее всего, нам где-то свыше там дается, ну просто тупо. Почему мы этим не пользуемся, тем более не пользуемся правильно? Ну потому что мы как бы после первого нашего опыта мы приходим к выводу, что это все плохо и нехер там делать. В то же самое время мы понимаем, да, что есть куча следующих оленей, как в моем случае, да, то есть я еще не так стар, и РСП-шка моя там довольно-таки молодая девочка. И надо искать там третьего оленя. То есть, ну все равно олени будут, от них уже никуда не денешься. Поэтому, пожалуйста, помогите тем будущим оленям правильно пользоваться этими РСП. К чему я это говорю? Вот смотри, маленький инцидент в машине сгорел предохранитель, да, то есть у меня было несколько вариантов. У меня был вариант открыть крышку предохранителей. Начать их там каждый из них дергать, вынимать там то-сё, пятое-десятое, как типа настоящий мужик, да, я сейчас найду, я умный, офигенный. Вот, что-нибудь еще больше сломать, там пальцы себе порезать, там, не знаю, проводочек оторвать, то есть беды наделать. То есть это путь номер один. Путь номер два. Ну, открываем книжку, которая прикладывалась к этой машине, да, ты открываешь, вроде бы, вот картинки видишь, все фигни видишь, но потом начинаешь считать, а здесь даже буквы, которые ты выговорить не можешь. То есть, как бы, я вроде бы вижу, да, это предохранителя, потому что картинка, как бы, но, тем не менее, ни хрена ничего не понятно. Но предохранитель, то еще сломан. Что мы делаем? Прозреваем, открываем русскоязычный ресурс или ресурс на языке, на котором ты понимаешь, ищешь информацию, которая тебе нужна, находишь именно тот предохранитель, который перегорел, вынимаешь, вставляешь новенький, все, проблема решена. Вы понимаете, что эту же методику нужно, да, использовать по отношению к РСП, но мы этого не делаем, да, мы, как настоящие мужики, открываем этот ящик, там 30, блядь, предохранителей, мы начинаем там все дергать, в итоге там куча у нас еще больше проблем, машину тащим на СТО, не знаем, что с ней случилось, а там всего-навсего перегорел такой манюсенький, манюсенький, в уголочке спрятанный предохранитель. И машина бы работала дальше, да, или там кухонный комбайн, потому что, почему кухонный комбайн, потому что я сейчас РСП их буду называть кухонным комбайном. Кухонный комбайн это такая машинка, которая выполняет очень много полезных функций, да, там открываем коробку, достаем комбайн, все фигню, вставили в розетку, включили, кнопку нажали, жужжить, насадку одели, там морковку, там оно потерло, да. Что мы делаем с инструкцией? С инструкцией мы обычно, как правило, фиак выкидаем, да, нахер она нужна по большому счету. Но то же самое мы делаем с РСП, да, мы с ними знакомимся, мы верим в их басни, сказки, что предыдущий плохой, а ты такой офигенный, вот, и ведешься там на какие-то кайфы, потому что обычно олень залетает в проблему, потому что он получает там какой-то кайф, да, и вот на протяжении какого-то времени он этот кайф имеет, потом этот кайф куда-то исчезает, и олень такой, твою мать, а он как бы вроде бы уже и обязан, вроде бы как бы и должен, вроде бы как бы и стыдно, вроде, ну, короче, олень уже встойли. Он и не понял, как он туда попал, а не понял по одной простой причине, потому что, блядь, каждой РСП, каждой РСП, выброшенной на помойку, бля, предыдущим мужем, потому что он по каким-то там причинам, бля, посчитал эту хуйню неисправной, он ее выбрасывает, да, комбайн не работает, настоящий мужик, что, нахуй выбросил ее к ебеням собачьим, бля, похуй с насадки, хуятки, ебать их рот, новые насадки можно сделать. Ну, ты видишь, пиздуешь, да, стоит комбайн, вроде, блядь, нихуя себе такой яркий, такой охуенный там, блядь, помадой намазан, бровки намазаны, блядь, жопка все на месте, блядь, да, одета, обута, блядь, такая вся яркая охуенная себя, ты берешь этот комбайн, блядь, включаешь кнопочки, вау, блядь, нихуя себе, как он работает, блядь, ты начинаешь ним пользоваться, и тут тебя охуяк, блядь, ты уже никуда от этого комбайна деться не можешь, или комбайн вообще тебе счет выставил. Как я и сказал, проблема, ты, сука, не читаешь инструкцию по пользованию этим ебаным комбайном. Поэтому это видео сейчас мега важно, потому что это инструкция по использованию РСП. Если ты будешь дословно по пунктикам использовать эту инструкцию, да, если вместо этого бабла, который ты думаешь тебе помогает в твоей жизни с этой РСП, ты будешь использовать эту инструкцию, ты сбережешь свой труд, ты сбережешь свое здоровье, ресурсы и все остальное. Но ты так кайфанешь, ты просто кайфанешь офигенно, то есть 12 месяцев, от 3 до 12 месяцев ты будешь жить кайфе. Давай так, выбрасываем сейчас всю эту фигню, ты достаешь там бручку, блокнот, не знаю, если тебе облом читать, слушай меня, там некоторые пункты я тебе разжую. Читаю инструкцию по пользованию РСП. Так, РСП, разведенка с прицепов, это особь женского пола, не сохранившая собственный брак, но произведшая потомство. Чаще всего причиной возникновения РСП есть некачественность этой особи женского пола, неспособность понять разницу в природном предназначении самца и самки, неумение выбирать мужчину для семейных отношений, а также ее неумение исполнять свою роль в браке. То есть ты понимаешь, да, ну как бы, РСП уже сколько сказано, что это такое, что даже повторять как бы, ну нет смысла. Но у этих, сука, гребаных комбайнов, выброшенных на помойку, да, комбайн же как бы себя не считает сломанным, блядь, и чтобы его куда-то там, блядь, ну взяли, поставили там в кухню, да, и пользовались ним, этот комбайн начинает работать, блядь, в охуеннейшем режиме, да, блядь, который, блядь, ну, ну, почему-то в предыдущем браке не работал, блядь. А почему он в охуеннейшем режиме начинает работать? Ну потому что РСП это же тоже живой человек, да. Ей хочется семью, ей хочется вернуть это мнение общества о себе, что она не, блядь, и не проститутка. Ей по-любому хочется отца этому ребенку, ей по-любому хочется материальной поддержки, блядь, себе и ее ребенку, блядь, да, то есть она, по-любому, живой человек, она, блядь, хочет этого. Хочет этого, и у нее есть эта функция, блядь, которая называется деморежим. Ну как иначе тебя еще, ну, тебя, меня, оленя, блядь, затащить в это стойло, блядь, да, уже имея, блядь, ребенка на руках, уже имея негативный опыт, уже имея доказательства того, что она, ну, она неисправна, она не рабочая, блядь. То есть этот кухонный комбайн с дефектом, который предыдущий хозяин даже, блядь, ну, может пытался там, блядь, отнести в мастерскую по гарантии сделать, но мастерской сказали, тут, блядь, гарантийному ремонту не подлежит, нахуй выбросить на помойку. Ну, этот комбайн же, блядь, сука, я хочу назад, я хочу, блядь, я хочу приносить пользу, я хочу, вернее, она хочет другого, но хочет показать, что она там не вибаза. И там есть одна функция, которая предыдущему хозяину, она не была доступна. Поверни, она доступна не была. Эта функция исчезнет и у тебя. Эта функция называется деморежим. Деморежим – это короткое территориализованное шоу, используемое РСП для приманивания и привязки к себе мужчины. Срок действия деморежима – от 3 до 12 месяцев. В этот период РСП характеризуется повышенной сексуальностью, высокой хозяйственностью, избыточной нежностью и покладистостью. Полезность РСП для мужчины состоит в использовании ее деморежима. Для дальнейших отношений РСП, как правило, не только непригодна, но и смертельно опасна. Будьте осторожны. Теперь, читаю инструкцию. Ссылка полностью на инструкцию ниже в описании. Пожалуйста, зайди туда, сохрани эту страницу, распечатай, положи в кошелек, используй в тех случаях, когда тебе надо доставать кругленькие суммы денег, чтобы каким-то образом РСП у него включился, это деморежим опять. Здесь четкая инструкция, как этой хуйней пользоваться. Это еще не такая бесполезная вещь. Это, блядь, довольно-таки полезная вещь. Я инструкцию не читал. То есть, когда я нарвался на демоверсию, да, это охуенно, это, блядь, ты там прозреваешь, какая может быть телка, да? То есть, ну, у нее жизнь такая, ее жизнь заставляет показывать тебе этот высший пилотаж. Но я не дочитал инструкции. Да я вообще ее не читал. Я же мужик, я типа и так знаю, блядь. Да, нахуй мне эта инструкция. Но это и есть наша с тобой, олень, проблема. Итак, правило первое. Выбирайте РСП, прекратившую предыдущие отношения более чем 3 месяца назад. В противном случае у РСП будет недоставать некоторых функций, а деморежим может сократиться до 1-2 месяцев. Ну, тут, я думаю, даже объяснять особо ничего не надо. Телка только соскочившая с хуя, заскочившая на твой как бы особо, особо она еще, знаешь, не получила того заряда, который включает настоящую демо-версию. То есть ей по-любому надо промежуток времени. Между хуями ей надо время. Вот. И через какое-то время у нее начинает, батарейка как бы подзаряжается, да, и она уже готова к тому, что кто-то придет и нажмет эту кнопочку демо, и тогда ты в кайфе. Выбрал РСП, дайте ей понять, что ищете серьезных отношений. Но вам так и не попалась та единственная, с которой вы хотите умереть в один день. Ну, каждый из этих принцесс верит, да, она хочет быть единственной. То есть она должна это услышать. Но только, ну, ты понимаешь, ты должен это серьезно. Она же, блядь, тебе, ну, весь, все это театр. Демо-версия, это ее демо-версия, это театр. Поэтому, извини, блядь, играть надо по ее правилам. Поэтому, блядь, надо, надо уметь это делать. Ну, ничего, практика, там одна-две распяжки, и ты будешь нормальный. То есть третью ты, блядь, подцепишь, нехуй делать. Говорите о желании вступить в брак, о любви к детям, но не ставьте временных рамок, не переигрывайте. РСП хорошо чувствует явную фальшь. Но говорите и то, что она хочет услышать. То есть понимаете то, что РСПшка в любом случае, она мечтает выйти замуж, она мечтает добраться к вашим деньгам, она мечтает, блядь, уничтожить, блядь, твое здоровье, она мечтает унизить тебя, засунуть по каблук. Это ее мечта, да, то есть, блядь, это ее прямая задача показать там перед подругами, перед, блядь, родителем, перед той, даже ебанутой мамой, да, блядь, которая, в принципе, сначала и говорила, не разводись, а потом стала ее союзницей. Ей надо даже перед мамой оправдаться. Мама, смотри, я востребована. Ты же понимаешь, что, блядь, что ей надо для этого делать, чтобы тебя загнать в это стоило, чтобы ты, блядь, все-таки начал показывать, что ты там типа этот настоящий мужчина. Поэтому говори ей это, блядь, да, обещай, не обещай, как бы, ну, вот, преподноси ей так, что да, действительно, да, наебывает. Правильно. Ну, другими словами не скажешь. Театр, значит, театр. Театр с обоих сторон. Она играет, ты играешь. Твоя задача, просто включить ту кнопку. Сделайте РСП, пару крышесносов, ярких приключений. После этого оставьте РСП одну на неделю, чтобы она терялась в догадках. Потом опять появляетесь, приятно удивляя ее новым крышесносом. Пропадите на несколько дней, сославшись на занятость. Это называется качели. Качели почти всегда приводят к влюбленности. Влюбленность – это и есть та самая кнопка запуска демо-режима. Секс во время качелей обязателен. Отсутствие секса – серьезный сигнал о нарушениях в демо-режиме у РСП. Если демо-режим не включается после нескольких циклов качелей, оставьте эту неисправную РСПшку. Блядь, отнеси ее туда, где взял нахуй на помойку к ебаной матери. Она непригодна ни для какого использования. По крышесносу. Что такое крышеснос? Крышеснос – это необязательно затратное мероприятие. Прогулка по крыше соседнего дома или вечер в ботаническом саду ничем не хуже посещение дорогого ночного клуба. То есть, другими словами, что такое крышеснос? Ну, ты понимаешь, смотри, что такое РСП, во-первых. Это телка, которая с ребенком. То есть, какой-то период времени она жила с кем-то. Какой-то период времени она была беременна. Какой-то период времени она вкладывала в этого ребенка. То есть, она была занята. И может быть, даже те вещи, которые, ну, скажем, грубо говоря, вывезти ее куда-то там в посадку и трахнуть, да, потратив при этом всего-навсего 2 литра бензина и, может, там, я не знаю, там, бутылку воды или там попсиколы. Вот, она уже получает эти эмоции. Тебе не обязательно, инвестировав в торговый центр и показывая какой-то лошара, готовить ей там покупать туфли сейчас там за хреновую тучу денег, да, или какие-то кольца, бриллианты, или, блядь, шубы, или, блядь, возить ее в дорогие рестораны. Это не надо делать. Она и так эти, ну, минимум там, блядь, год-два она недополучала этой хуйни. Ты понимаешь, что даже благодаря тебе, вот сейчас, ну, сославшись на тебя, она даже, блядь, оставляет своего ребенка, там, маме, бабушке, дедушке, и тут ее дешево и сердито вывозишь, блядь, за город, блядь, и там, знаешь, блядь, такой вид города или деревни, там, хуй его знает, смотри, как здесь красиво, романтично, то есть, всю эту пургу. И вот тебе уже для нее это уже какой-то там крышеснос, блядь. А вот эти дебилы, которые ведутся, ее там надо в рестораны водить, там, кофе, блядь, покупать, супердорогое, блядь, вот, или там, короче, нахуя? Ну, ты же не за тем туда пришел, ты туда пришел за тем, чтобы получить кайф, за который, ну, платят только действительно олени. Блядь, фантазируй. Ты в театре, фантазируй, чувак, да и в свободном плавании. Правило номер четыре. Всегда будьте лидером в отношениях. Не позволяйте РСП самой делать вам качели. Помните, что это оружие обоюдоострое. Влюбитесь в РСП, обречете себя на муки, боль и унижение. Возможен даже летальный исход. Вот здесь, в этом правиле, правило номер четыре, здесь очень четко говорится о том, что наша ошибка, да, как мужчин, я говорю, ну, на самом деле, что мы не дочитываем инструкцию до конца, хотя это далеко не конец инструкции. Обычно предупреждение, да, обычно предупреждение, блядь, что не влезай убьет, не влезай заебашить, не открывай испортишь, блядь, они в самом конце. РСП-шка это как тот же, блядь, кухонный комбайн. Вот если ты, блядь, этот кухонный комбайн, блядь, видишь так, да, вот там кнопочки, хуёпочки, губки накрашены, там бровки так моргают, блядь, поверни этот, блядь, комбайн к себе жопой, да, вот реально с задом, блядь. И ты увидишь, там такая крышечка, на этой крышечке там треугольничек, или, блядь, скелет нарисован, или очкова какая-то хуйня нарисован. И там четко написано, не лезь сюда, твердка, не лезь пальцем, не лезь хуем, блядь, не залазь мозгами туда, блядь, да, там просто залезешь в эту крышку, ткнешь туда, тебя просто заебашит. Помни об этом факте, блядь. Вот здесь, блядь, вот этот момент, да, что я не залез туда. Вернее, я туда залез, я туда засунул, меня въебашило, я просто не видел этого предупреждения. Мне просто облом было читать, ну, я ж типа настоящий мужик, ну, да какой настоящий мужик будет, блядь, дочитывать инструкцию до конца. Я тебя умоляю, блядь. Потом тебя хуяк, психотерапевты, друзья, алкоголь в гараже, там кто-то вешается, кто-то стреляется, кто-то там, блядь, ебуя себе вены, что вы там делаете, все скрываете, у вас же такая любовь бесподобная, блядь. Блядь, какая нахуй то была любовь, то, блядь, была банальная, блядь, сука, демо-версия, чтобы тебя линия в стойло поставить. Желательно, блядь, при этом, блядь, в этот период, она же, ну, понятно, она же прекрасно понимает, да, что она распят, что она, блядь, сука, блядь, ну, она же знает, что она сломанный комбайн, ее уже нахуй выбросили. Поэтому она будет стараться это максимально быстро, да, сделать. Влюбить тебя в себя, а не наоборот. А потом уже как бы поздно, да, еще не дай бог, она от тебя залетит. И где ее вообще пиздет? Осторожно, просто будь осторожный. Правило пять. Делайте вид, что внимательно слушайте рассказы РСП о прошлых отношениях. О том, что ей не везло, что попадались козлы и уроды. Сочувствуйте ей, но помните, что эти рассказы ничего не значат. Как и слезы РСП. Это просто побочная функция, как жужжание кофемолки или конденсат в холодильнике. Правды в этих рассказах столько же, сколько и смысла. Абсолютный ноль. Но ты как бы должен подыгрывать, что ты типа понимаешь, да, что там тут предыдущий, там мудаки, но не забывай, что ты, блядь, точно такой же, как и предыдущий. Только если на предыдущего она там еще потратила какое-то время, на тебя, блядь, у нее желания тратить особо время на эти уси-пуси нету. Любви у нее к тебе нету. У нее уже, блядь, тупо меркантильность, блядь. Даже, блядь, ну она маскирует это любовью, она маскирует это, блядь, демо-версией, и ты на это ведешься, блядь. Любовь она оставила там, не знаю, неважно, там, в подвале, там, в кукурузе, она оставила там, не знаю, на пляже, блядь, похуй. Любовь у нее уже была, вон результат. Результаты дергает, блядь, тебя за рука, блядь, и мешает, блядь, нормальной с телкой проводить время, ездить с ней, там, блядь, по трахушкам, блядь, там, на отдыхе, блядь, у тебя постоянно будет геморрой. Ты не затем туда пришел. Шестое. Наладьте отношения с ее ребенком, не лезьте к нему в отцы, чтобы не травмировать потом. Помните, что ребенок не виноват в том, что рожден некачественный особи женского пола. Но добрые отношения с ребенком один из залогов длинного и приятного демо-режима. Тоже, я думаю, понятно, да? То есть, в папы не лезь, у него есть папа, блядь. Тебе самому потом будет неприятно, когда ты, ну, неважно, в папы не лезь. Просто, вот, читай инструкцию, следуй инструкции. Да, я уже сказал, если будешь следовать инструкции, тебе будет счастье в жизни на протяжении целого года, бля. Ты хочешь счастья в жизни? Пожалуйста, есть инструкция. Седьмое. Позволяйте РСП вкладываться в отношения. Я скажу даже, что не позволяйте, а требуйте от РСП вкладываться в отношения. Пусть готовит еду, ублажает интимно, стирает и штопает вам вещи, убирает у вас дома. Это то, ради чего вы с ней. Ты понимаешь, что ты ж, ну, ты подбираешь, это говно, это шлак, ты ж должен понимать, да, что это не вечно. Оно нахуй не надо, оно уже было выброшено кем-то, бля. Но у нее еще есть рабочие функции, ты там ради рабочих функций. Этих охуительных, этих опиздененных, но охуенно кратковременных функций. Не забывай об этом. Восьмое. При первых попытках сворачивания демо-режима реагируйте уходом на несколько дней, ссылаясь на занятость. Не выясняйте отношения, не обижайтесь, не кричите, просто покажите, что не собираетесь терпеть ее в таком виде. Первые разы этот прием будет срабатывать четко, но будьте готовы, что в один из таких уходов вам придется уйти навсегда. То есть, этот комбайн злоебучий, да, это конченный, поломанный комбайн, который по гарантии даже никто ремонтировать не может. Какой-то период времени батарейка зарядилась, комбайн работает на полную мощь, комбайн ебашит, но рано или поздно батарейка, блядь, сука, там сдохнет. Перезарядить батарейку ты можешь опять этими же качелями и в принципе по тем, что ты будешь показывать характер, что севшая батарейка тебя не устраивает. Исчезаешь на пару дней. Таким образом, ты еще можешь там, да, эту батареечку типа подзарядить, вернее, она ее будет подзаряжать. То есть, не вкладывайся в подзарядку, не покупай ей там, блядь, тапочки, не покупай ей сапоги. Оно нахуй тебе не надо. Это можно сделать намного дешевле. Она сама это сделает. Девятое. Об окончании демо-режима свидетельствуют ухудшение функции РСП готовка, секс, уборка и охлаждение ее к вам. У многих РСП ухудшается ежедневное настроение и самочувствие. Не слушайте ее объяснений. Смотрите только на действия. То есть, не слушай ее, что, блядь, ей нужна подзарядка от тебя. Не слушай ее, что ее надо в ресторан повезти. Не слушай, что тебе надо начинать с ее ребенком там таскаться по кружочкам, куда-то возить. Не слушай ее, что надо, блядь, с бабушкой той ебнутой на всю голову, которая помогла развалить предыдущий брак, бля, иметь отношение. Оно нахуй тебе не надо. Ты там не за этим. Ты там для себя. Ты для себя. Если ты там для себя и ты пользуешься этой инструкцией, будет охуенно. Если ты начнешь перезаряжать эту батарейку своими силами, тебе пиздец. Залетишь в стойло и там тебе, блядь, смерть. 11. После окончания термина эксплуатации РСП исчезните. Не пытайтесь дружить с ребенком и не устраивайте красивых прощаний. Этим вы лишь травмируете его. Помните, что думать о вас он будет то, что сообщат ему его бабушка и мать. И вас не обрадуют их рассказы. Вспоминаем. Ты слушал ее, какой тот плохой. Ты, может, даже слушал ее мать. Ту змеюку, которая помогла развалить предыдущий брак, что тот плохой, там, ну, неважный эпитет. Ты понимаешь, что у этого ребенка, да, ему уже, блядь, когда тот первый папа свалил, пропал, неизвестно куда делся, мама, это, ну, распяшка вместе с ее мамой, да, это, как правило, да, вот это кодло, вот это спайка, вот этих, блядь, змеиная спайка, они же этого ребенка, неважно девочка или мальчик, понимаешь, они брали, блядь, скалку и ебашили по голове, доказывая ребенку, что больше спрашивать, куда делся его папа, нельзя. Потому что ребенок должен был поверить, что папа козел, папа мудак, папа сволочь, блядь. Всячески, даже если, блядь, не говорить это ему прямо, они, блядь, стараются показать ему, да, поднести отца в таком плохом образе, блядь. То есть, даже заменяя того папу тобой, типа, блядь, да, вот смотри, какой-то дядя лучше, блядь. И тут ты становишься, типа, начинаешь становиться типа папой, блядь. Понимаешь, а он ребенок, он же ж нихуя не соображает, да, это, ну, тупорылая личинка. В лучшем случае, она нормальная, более-менее, да, потому что, блядь, в большинстве, ну, я не говорю в большинстве, ну, шанс того, что эта личинка уже ебанутая на голову, да, хуй его знает, от кого она там рожала. Очень большой, блядь. Поэтому, ну, имей совесть, да, хотя бы то дитё не травмируй, блядь. Потому что, ты же понимаешь, да, у него только вроде бы начал появляться какой-то папа там или дядя заботливый, блядь. Ты ухуяриваешь, потому что, ну, блядь, у распяшки батарейка села, ты, нахуй, её на помойку, да. Ребёнок-то остаётся там, блядь, эта насадка остаётся, блядь. Эту насадку начинают гнуть, ломать, блядь, подгибать опять, выравнивать, блядь, то есть на психику давить, блядь. То есть это ребёнок, блядь. Не твой ребёнок. Пусть они, нахуй, делают с ним там, что хотят, блядь. Ты не влазь к нему. Хорошо, постарайся ребёнка приберечь. Это, ну, даже, не постарайся здесь в инструкции чётко написано, не делай этого, блядь. Ты ж хочешь счастья, следуй инструкции. И двенадцатое. Помните, что РСП это опасное существо. Чаще всего оно бывает двух типов, паразит и хищник. Но оба этих типа вне демо-режима съедают ваш мозг и отравляют ваше сердце. Во избежание инсульта или инфаркта никогда не используйте РСП с выключенным демо-режимом. Блядь, большой треугольник красный, жёлтый, блядь. Запомни, запиши это, сука. И будет тебе счастье. Скажешь спасибо потом. Ну и примечание. Вопрос. Бывают ли исключения и счастливые браки с РСП? Ответ. Бывают. Верить ли в то, что именно ваш случай волшебным образом относится к тем нескольким процентикам исключений, это ваше дело. Хочешь, верь. Хочешь, не верь. Но статистика кричит об обратном. К сожалению, этот счастливчик не ты. Шанс у тебя быть выброшенным на помойку, шанс того, что ты забудешь об этих правилах, шанс того, что ты забудешь об этих предупреждениях и вскроешь ту крышечку, куда влезать нельзя и влезешь. И там тебя ебанет. У тебя огромнейший. Потому что ты не опытный олень, ты не прозревший олень. Успехов тебе! Здесь интересное видео. Дальше будет больше. Нажми на колокольчик. Когда загрузится, ты будешь знать об этом. Субтитры сделал DimaTorzok